Авторскую программу «Обо всем понемногу» на 23-м канале смотрите каждый вторник с повторами в четверг, субботу и воскресенье в 18.00. Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганрогской телевизионной сети. Как обычно в это время в эфире очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». С вами я, ее автор и ведущий Евгений Токарян. Первая неделя Великого Поста именуется торжеством православия. Об этом сегодня рассказывает православная страничка программы. Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Те из вас, кто уже давно ходит в храм, кто участвует в православном богослужении, те, конечно, знают, что первое воскресенье Великого Поста называется «Неделя торжества православия». Это такой особый праздник, который был установлен в IX веке императрицей Феодорой. Это Византийская империя, 843 год. И установлен в честь победы христианской веры над разного рода ересями, искажениями, разными лжеучениями. Те из вас, кто интересовался историей церкви, знают, что первые три века христианской эры были ознаменованы разного рода гонениями, когда христиан сажали в тюрьмы, казнили. В дальнейшем же, когда христианство стало официальным, когда получило государственный статус, в христианскую церковь хлынули большие толпы бывших язычников и, конечно же, принесли туда свое искаженное понимание Бога, веры. И вот церковь должна была дать компетентный, грамотный ответ, сформулировать правильно, четко православное богословие, православное вероучение, что и было сделано во время семи Вселенских соборов. И вот Седьмой Вселенский собор, как вы знаете, защитил иконопочитание, потому что до этого довольно продолжительное время была так называемая ересь иконоборцев. И с иконами боролись, причем даже императоры издавали различные указы, борясь с почитанием икон. Ну и в итоге, в общем-то, иконопочитание восторжествовало, и завершительным таким этапом был принят после Седьмого Вселенского собора, который произошел в 787 году. В IX веке был принят указ о том, чтобы праздновать этот день торжества православия. Кто-то, если из вас был в кафедральных соборах в этот день, в этот праздник, во время молебнов, совершается чин торжества православия. Кстати, всех вас приглашаю на богослужение. Очень важно быть в этот день на службе, тем более, что идет Великий Пост. И мы должны с вами задуматься о том, что наша вера, которую нам передал сам Господь Иисус Христос через своих апостолов, своих учеников, через многие-многие поколения верующих людей, они, можно сказать, что эту веру для нас сохранили, передали, выстрадали. И порой ценой своей жизни, своего здоровья, кто-то из них отсидел в тюрьмах. И вот мы с вами имеем это громадное сокровище, православную веру. Вот я вас призываю всех изучать свою веру. Для того, чтобы было, что передать своим потомкам, детям, внукам, правнукам, мы должны также передать эту веру, как восприняли ее от своих предков. С этим праздником, дорогие друзья, поздравляю вас. Изучайте, знайте свою веру, живите по своей вере. И пускай милостивый Господь хранит вас во все дни вашей жизни. Спасибо, Господи. В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей в старших классах общеобразовательных школ прошли открытые уроки. На одном из них побывала съемочная группа программы. Начиная с 1994 года, 15 марта в России отмечается Всемирный день защиты прав потребителей, проводимый под эгидой Организации Объединенных Наций. И уже более 10 лет в старших классах общеобразовательных школ проходят ставшие традиционными открытые уроки, посвященные этому празднику. Внимательно слушали ученики 9 класса средней общеобразовательной школы номер 10, рассказ специалиста Управления потребительского рынка товаров и услуг в сфере защиты прав потребителей Ирины Сушок. Она напомнила ребятам, что история праздника началась 15 марта 1961 года, когда выступая в Конгрессе, президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди впервые в истории охарактеризовал понятие потребитель и назвал 4 основных права потребителя. Нынешний год пройдет под девизом «Цифровой мир, надежные смарт-устройства». Он и стал темой открытого урока. Ребята с интересом слушали рассказ Ирины Александровны о том, как правильно оформить заказ в интернет-магазин, можно ли отказаться от него и какие способы отказа существуют, что необходимо делать, если вы получили некачественный товар и как поступить в случае, если вам пришел не ваш заказ. Это и многое другое интересовало ребят. Они задавали Ирине Александровне вопросы и внимательно слушали ответы. Завершая урок, Ирина Александровна объяснила, куда можно обращаться в случае нарушения их потребительских прав. Ребята, в свою очередь, поблагодарили ее за интересный урок, а некоторые из них поделились своим мнением о необходимости подобных встреч. С точки зрения практичности, уроки данного рода полезны, поскольку мы живем в динамическом обществе, и цифровое развитие происходит каждый день, с каждым днем все больше появляется устройств, которые хотят приобрести, в особенности подростки. И зачастую не всегда человек несовершеннолетний знает свои права. Я считаю, что такие уроки должны проводиться более чаще, поскольку подростки должны быть осведомлены в сфере защиты прав потребителей. Нам эти знания очень важны, хоть мы и дети. Сейчас, конечно, нас потребительские права волнуют не так сильно, но мы обязаны, в принципе, знать эти права. Они нужны нам в повседневной жизни. И очень хорошо, когда к нам приходят специалисты из различных организаций, помогают нам разобраться в этих правах, рассказать их нам ясно и хорошо, объясняют их на конкретных примерах с конкретными людьми, и что нужно делать в конкретных ситуациях. Я считаю, что нам нужны такие уроки, потому что в школе нам уделяется этому мало часов, и мы знаем мало своих прав, но у нас сейчас инновационный и развивающийся мир, и поэтому нам необходимо это знать. Я считаю, что эти знания крайне важны для каждого человека. Сейчас мы являемся подростками, и не каждого из нас интересует за них. И когда приходят специалисты и дают различные советы, а также знания, от того, что ты чувствуешь, что это говорит не только учитель, но и специалист, ты заранее понимаешь, что эти знания крайне важны для тебя. Своё мнение о пользе таких уроков высказала и учитель школы Елена Иванова. Мы все потребители, и рано или поздно дети начинают вникать в эту проблему более глубоко, когда становятся старше. Поэтому та база знаний, тот объём знаний, который мы даём в школе, он не всегда достаточен. И мне очень приятно, что приходят представители администрации и расширяют знания наших детей по правам потребителей. Атопический дерматит – это хроническое кожное заболевание, которое может принимать тяжёлую форму и приводить к инвалидности. Сегодня о нём рассказывает ваш домашний доктор, главный аллерголог города Маргарита Бельских. Здравствуйте! Атопический дерматит – это хроническое аллергическое заболевание, которым болеют как дети, так и взрослые. Частота встречаемости этого заболевания за последние два десятилетия удвоилась. Проявляется он хроническим кожным зудом и кожными высыпаниями. Атопический дерматит – генетически обусловленное заболевание. Доказано, что если оба родителя страдают аллергией, то в 60-80% случаев дети также будут страдать какими-либо аллергическими заболеваниями. Конечно, только генетической предрасположенности для развития атопического дерматита недостаточно. Поэтому большое значение уделяется неблагоприятным факторам окружающей среды, так называемым факторам риска. Известно, что здоровые дети рождаются в семье, где родители здоровы. Поэтому задолго до появления ребенка в семье будущая мама должна позаботиться о том, чтобы вести здоровый образ жизни. Для этого необходимо исключить такие вредные факторы, как курение, злоупотребление алкоголем, большим количеством лекарственным препаратом, по возможности исключить профессиональные вредности. Большую роль в факторе риска играют болезни, хронические заболевания женщины, а также бактериальные и вирусные инфекции, патологии беременных, токсикозы и другие. Основным из факторов риска для формирования атопического дерматита является питание беременной женщины. Употребляя в пищу большое количество высокоаллергенных продуктов, таких как мед, кофе, какао, шоколад, мать подвергает ребенка массивной атаке аллергенов, что в дальнейшем способствует формированию различных аллергических состояний у будущего ребенка, и в частности атопического дерматита. Кроме этого, фактором риска может быть табачный дым. В семье, где курят, ребенок становится пассивным курильщиком. Это усугубляет течение любых аллергических заболеваний, в дальнейшем приводит к гиперреактивности бронхиального дерева ребенка, что в свою очередь способствует развитию такого тяжелого аллергического заболевания, как бронхиальная астма. Атопический дерматит могут провоцировать болезни органов пищеварения, такие как гастриты, гастродоадениты, дискинезия желчевыводящих путей, нарушение микрофлоры кишечника, дисбактериозы, а также глистные инвазии. И самая важная роль в развитии атопического дерматита принадлежит аллергену. Аллергены – это чужеродные вещества, которые, сенсибилизируя организм человека, вызывают развитие различных аллергических реакций. У детей грудного и младшего возраста основным аллергеном выступают пищевые продукты, в частности, коровье молоко, яйца, злаковые, орехи, фрукты красного и желтого цвета. У детей старшего возраста, а также у взрослых, основными аллергенами являются бытовые – это домашняя пыль и клещи, пылевые, пыльцевые, пыльца сорных трав, злаковых и деревьях, эпидермальные аллергены – это шерсть домашних животных, кошек, собак и других домашних питомцев, а также бактериальные и грибковые аллергены. Итак, атопический дерматит – хроническое аллергическое заболевание, развитие которого связано как с наследственными факторами, так и с воздействием внешних факторов окружающей среды, важную роль среди которых имеют аллергены. Начиная с ранним детском возрасте, может сопровождать человека всю жизнь. А как устранить контакт с аллергеном и избежать воздействия окружающей среды, мы поговорим с вами в следующей передаче. Доброго вам здоровья! До свидания! Вот и пришло время нашего вкусного совета. Его сегодня дает шеф-повар Вячеслав Волков. Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить блюда украинской кухни – цибульники. Для этого нам потребуется нашинкованный лук, кабачок, мука, чеснок, сметана, молоко, яйца, соль, перец, лимон, пищевая сода, зелень. И для жарки мы будем использовать растительное масло. Классические цибульники готовятся из лука, но я решил добавить кабачок, чтобы придать пикантности нашему блюду. Сначала приготовим кляр. Берем куриные яйца. Слегка размешиваем. Добавляем молоко. Муку. Пищевую соду гасим лимонным соком и добавляем в кляр. Посолим и поперчим. Кляр должен напоминать консистенцию густой сметаны. В кляр добавляем нашинкованный лук. И перемешиваем. Затем на крупной терке натрем кабачок. И еще раз перемешиваем. И туда же добавляем измельченный чеснок. А теперь на заранее разогретой сковородке обжариваем нашу массу как оладики. По мере обжаривания цибульников переворачиваем их на другую сторону. А сейчас оформляем сметаной. И свежей зеленью. Цибульники с кабачками по-украински готовы. Приятного аппетита! Сегодня с экспертом программы Евгением Подорожным мы будем выбирать самые качественные пельмени. Смотрите, слушайте, запоминайте. Здравствуйте! Сегодня речь пойдет об одном из самых популярных блюд в нашей стране. И это, конечно же, пельмени. Я думаю, каждый из нас хоть раз в жизни дома участвовал в лепке пельменей и знает какой-то долгий и трудоемкий процесс. Сегодня на это не у всех есть время. И здесь нам на помощь могут прийти уже готовые замороженные пельмени, которые мы можем купить практически в любом магазине. Благоассортимент их просто огромен. Упаковки тоже разнообразные. Пельмени могут быть даже разного размера. От самых маленьких для детей до обычных классических. Однако купить натуральные, качественные, а самое главное, мясные пельмени не так просто, как кажется на первый взгляд. Как это сделать, сегодня и пойдет речь. Запомните, что упаковка – это лицо любого товара. Если у вас на этом этапе возникли проблемы при выборе, то не факт, что и внутри упаковки кажутся натуральный и качественный продукт. Поэтому переверните упаковку и внимательно прочитайте все надписи на ней. Запомните, что по ГОСТу пельмени могут быть пяти категорий А, Б, В и Г. Соответственно, по наличию мяса в начинке пельмени категории А содержат не менее 80% мяса в начинке, Б – не менее 60%, В – не менее 40%, Г – 20% и Д – соответственно, пельмени, которые содержат в себе менее 20% мяса в начинке. Все остальное – это соя и белковый стабилизатор. Кроме того, упаковка пельменей должна быть целой, герметичной, без каких-либо потеков и налета. Если внутри вы видите снег либо иний, то знайте, что данные пельмени уже, наверное, не первый месяц лежат на витрине, и у них подходит, возможно, срок годности. Внимательно прочитайте состав. Запомните, что состав начинки и теста обязательно должен быть указан отдельно. Состав начинки должен быть очень простой. Это фарш, свинина и говядина, соль, лук и перец. Если вы видите слово «специи», то не стоит покупать такие пельмени, ведь кроме лука и перца в составе могут вскрываться и глутамат натрия, то есть улучшитель вкуса. При выборе пельменей также следует учесть, что они продаются либо в полиэтиленовом пакете, либо в картонной коробке. Иногда можно видеть их на развес. Для нас предпочтительнее будет полиэтиленовый пакет, так как через него можно оценить внешние качества продукта. Тесто у пельменей должно быть белым. Если вы видите серый оттенок, то знайте, что данный продукт был разморожен, потом заморожен заново, и после готовки они у вас просто разварятся. Желтоватый оттенок подскажет, что при производстве использовалась некачественная мука, которую просто замаскировали красителями. Дома же сварив пельмени, обратите внимание на цвет фарша. Он обязательно должен быть серым. Если вы видите розоватый оттенок, то знайте, что было просто использовано некачественное мясо, которое пытались скрыть красителями. Надеюсь, что мои советы помогут вам выбрать натуральные, качественные, а самое главное – мясные пельмени, которые придутся по вкусу всей вашей семье. Удачного вам выбора. До свидания. 18 марта 1980 года на космодроме Плесецк произошла одна из самых страшных трагедий в истории отечественной космонавтики. Отдавая дань памяти погибшим, мы сегодня вспоминаем об этих трагических событиях. Пуск был назначен на 21 час 16 минут пасковского времени 18 марта 1980 года. Накануне ракета космического назначения была установлена в стартовом сооружении и прошла без замечаний весь цикл испытаний. К 19 часам все блоки ракетоносителя были заправлены керосином. Шла ее заправка жидким кислородом и азотом. В 19 часов 01 минуту яркая вспышка осветила окрестности. Море огня охватило пусковую установку. В это время здесь на своих рабочих местах находились и выполняли операции технологического графика 141 человек. 44 из них погибли непосредственно на стартовом комплексе, а 43 были доставлены в госпиталь, где в течение нескольких дней скончались еще четверо. Сегодня на мраморных плитах мемориала космодрома Плесецк с золотом высечены имена погибших испытателей космической техники. Нелегка дорога к месту, где захоронены люди, отдавшие дело у освоения космического пространства самое дорогое – свою жизнь. Уже нет в боевом строю тех, кто был свидетелем и непосредственным участником этих трагических событий. Но каждый год в этот день приходят к мемориалу ветераны и те, кто пришли им на смену, чтобы почтить память своих боевых товарищей. Стоит на въезде в город Мирный обелиск, вечный огонь и колокол которого безмолвно отчитывают умновения памяти, складывающейся в годы и десятилетия. Это огонь памяти и невысказанной боли по погибшим при исполнении воинского долга. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова 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 Вновь ракеты родины любимой Вы сегодня в голубую дар И пускай сегодня, лейтенанты Новенькие надежды в универ Знают, что космические ста Бегут покой страны и мир Космодром России — это сила Люди здесь закрыли, как ста Вновь ракеты родины любимой Вы сегодня в голубую дар Вновь запасы ходят ветераны А ракеты часто видят сны Знают сыновья их лейтенанты Боевым традициям верны Столм огня уходит ввысь ракета В каждом сердце оставляя след Ведь служить очистить и беззаветно Ничего прекрасней в жизни нет Столм огня уходит ввысь ракета В каждом сердце оставляя след Ведь служить очистить и беззаветно Ничего прекрасней в жизни нет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин